Появление социального интернета. С первого дня зимы для россиян станет доступен вход на социально значимые ресурсы без оплаты. Операторы обязаны открыть бесплатный вход в 371 портал. В список попали госуслуги портала государственных органов и местного самоуправления. Новостные агрегаторы сайта государственных небюджетных фондов, интернет-магазины, социальные сети тоже попали в этот список. Блокировка мошеннических сайтов. Порталы, которые маскируются под официальные ресурсы финансовых учреждений, смогут заблокировать без суда уже с 1 декабря. В черный список попадут и различные финансовые пирамиды. Истекает срок перерасчета пособий на детей от 3 до 7 лет. До конца месяца можно подать заявление на перерасчет пособий на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Напомним, выплаты предназначены семьям с детьми, где средний душевой доход не превышает прожиточный минимум. В зависимости от того, сколько в семье денег, им смогут назначить выплату в 50, 75 или 100% от прожиточного минимума в регионе. Освобождение от НДФЛ при продаже жилья. Семьи, где есть хотя бы двое детей, смогут не платить НДФЛ при продаже жилья, если купили новые до 30 апреля следующего года. Освобождение коснется сделок, начиная с 2021 года. Чтобы не было налога, должны соблюдаться всего 5 условий, какие смотреть в законе. Регистрация детей в любом ЗАГСе. С 30 декабря регистрацию всех актов гражданского состояния в России начнут производить в любом ЗАГСе страны. В частности, оформить свидетельство о рождении ребенка или развестись можно будет не только по месту прописки. Кроме того, в любом ЗАГСе удастся получить справки, повторные свидетельства, внести изменения и исправления в записи, а также восстановить или аннулировать их. Согласно еще одному нововведению, субъекты России наделяются полномочиями по определению порядка заключения брака в торжественной обстановке. Иностранцев заставить сдавать отпечатки пальцев. Еще в октябре мигрантов обязали проходить обязательный медосмотр при въезде в страну. Кроме того, они сдают обязательные тесты на инфекционные заболевания и на наркотики. Теперь, вдобавок к этому, приезжим нужно сдавать в полиции отпечатки пальцев, а также фотографироваться. Правила действуют для тех, кто приехал в Россию с целью трудоустройства или планирует задержаться у нас больше, чем на 90 дней. Банкам запретят навязывать доп.услуги. Целый пакет нововведений, которые касаются деятельности банка, вступит в силу с 30 декабря. Власти решили ограничить возможности финансовых организаций, которые часто любят вместе с кредитами, навязывать клиенту еще несколько дополнительных услуг. Смотришь договор, а там уже за тебя галочки проставили, часто печатные, что-то согласие на страховку, юридическое сопровождение и еще многое другое. Теперь все это запрещено, клиент должен сам указать, согласен ли он с этой услугой. Кроме того, с 30 декабря банкам запрещается требовать от заемщиков неснижаемый остаток. И в течение 14 дней после оформления кредита вы сможете отказаться от всех доп.услуг, которые вам навязали. Сейчас это правило работает только для банковской страховки. Но с 30 декабря оно будет распространяться на все другие услуги. Галина Ильина, Ленинск ТВ Галина Ильина, Ленинск ТВ